Пасхой 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 Она хотела показывать пресс-конференцию в прямом эфире. Это дезинформация. Вероятно, руководители канала CNN и MSNBC прислушались бы к критикам, но в этом случае они немедленно отдали бы какую-то часть своих зрителей конкуренту телеканалу Fox News. Но есть, дамы и господа, местные, я подчеркиваю, местные, ненациональные СМИ, которые поставили точку на репортажах из Белого дома. Ну, например, так поступила радиостанция, одна радиостанция, которая базируется в Сиэтле, что в штате Вашингтон. Штат Вашингтон один из эпицентров коронавируса. Эта радиостанция посетила слушателей, я цитирую. Мы не будем транслировать из Белого дома в прямом эфире пресс-конференции, поскольку они содержат дезинформацию и факты, которые не могут быть проверены в ходе репортажа. Ну, у потребителей продукции этой радиостанции есть, разумеется, возможность слушать и смотреть, если они хотят пресс-конференции Трампа в других источниках средств массовой информации. Дамы и господа, легко понять реакцию сопротивленцев на ежедневные пресс-конференции Трампа. Эти люди уверены, когда президент открывает рот, он способен лишь исказать факты. Его ежедневным пресс-конференциям, считают сопротивленцы, следует противостоять, что-то противопоставить. Делать это должен кто-то, кто может привлечь телезрителей, так как привлекает Трамп. И первым на ум демократам пришел, разумеется, и не мог не прийти Джо Байден, вероятный соперник Трампа на всеобщих выборах. Но как только карантин прервал избирательную кампанию Трампа и отложил на неопределенный срок первичные выборы во многих штатах, бывший президент Байден исчез из виду. Более того, он исчез из виду еще до состоявшихся 17 марта первичных выборок в Джорджии, Ленойсе и Флориде. А в дни последовавшие за этим праймерис, о нем вообще ничего несколько дней не было слышно. Даже волновались люди, ну я не волновался, многие волновались, не заразился ли китайской болезнью кандидат в номинанты на пост вице-президента. На пост президента прошу прощения, он правда на одной пресс-конференции сказал, что он баллотируется в сенаторы, но такая у него сегодня память. О памяти я поговорю через одну минуту. Волновались не только функционеры демократической партии, били тревогу толстосумы спонсоры, готовые финансировать избирательную кампанию Байдена. И вот оказалось, что 77-летний Байден жив и здоров, но подчиняясь карантину, он самоизолировался, не выходит из дома. Живёт этот человек в городе Уилмингтон, что в штате Делавер, всего-навсего в ста милях от Вашингтона, от Белого дома. Журналистов не принимает из-за карантина. Задумывается ли о противостоянии пресс-конференциям Трампа? Но противостоять президенту было совершенно необходимо. И вот в бейзменте Байденовского дома, в подвале, была оборудована телестудия. И в понедельник, 21 марта, хозяин дома впервые за более чем неделю предстал перед телеаудиторией. Это был, мягко говоря, дамы и господа, провал. Но мы видели, что он говорил. Нам это показывала неоднократно телекомпания Fox News. Я постараюсь восполнить словами то, что он говорил, как нам всё это дело показывали. Ну, во-первых, оказалось, что Байден, это бывший сенатор и бывший вице-президент, совершенно не готов к общению один на один с телекамерой. В течение полувековой политической деятельности он дал, наверное, не одну сотню, наверное, не одну тысячу интервью. Сотни раз выступал перед избирателями. Но говорить прямо в телекамеру ему никогда не приходилось. И это выявилось на первых же секундах его первой из подвала передачи. Я постараюсь произвести. Когда Байдену дали знать, что микрофон включён, ему следовало тут же начать общение с телезрителем. Он, глядя в камеру, значит, обращаясь к телеаудитории, обратился к телебригаде. Готовы начать? Затем он посмотрел на своих советников-помощников, ещё раз взглянул в телекамеру, почесал нос, снова посмотрел на советников-помощников и лишь затем сказал телезрителям, «Доброе утро! Я надеюсь, в это трудное и тревожное время вы и ваша семья чувствуете себя хорошо». И немедленно выяснилось, Байден понятия не имеет, «Как считывать с телесуфлёра написанный для него текст?» Он постоянно заикался, хотя, надо признать, не исказил фамилию президента, обвиняя его в неготовности к борьбе с эпидемией. Но он не сумел правильно прочитать фамилию губернатора Массачусетса, назвал губернатора Чарли Бейкера Чарли Паркером. В какой-то момент Байден раздраженно обратился к телесуфлёра. «Каман, мэн!» Это было смешно. «Каман, мэн!» «Двигайся, чувак!» В последовавшие дни Байдена освободили от монологов, предоставили возможность отвечать на вопросы журналистов. Но оказалось, что и в интервью он столь же плох, как в общении один на один с телекамерой. Вот ещё один пример. Опять-таки я постараюсь произвести по радио то, что мы видели по телевидению. 25 марта с Байденом беседовала Николь Уоллес. Она корреспондентка прогрессивно-либерального телеканала антитрамповского МСНБС. Бывшему вице-президенту была предоставлена возможность оценить работу Трампа в противостоянии эпидемии коронавируса. «Почему он не работает так, как следует работать президенту?» Сказал Трамп и замолк. Уоллес попыталась расшевелить собеседника, но он не дать ей закончить фразу вдруг изрёк. «Думаю, что глупо сказать так!» Затем Байден потряс головой и выдавил из себя «Простите!» Через несколько секунд последовало «Нет, это, вероятно, не лучше!» Корреспондентка консерватирного сайта «The Western Journal» Кристин Фаочи, она смотрела эту передачу, и вот как она прокомментировала её. «Такой разговор напоминал разговор между пациентами дома для престарелых. Совершенно очевидно, что Байден не в состоянии сформулировать свою мысль и закончить предложение». И, дамы и господа, это, конечно же, очевидно не только журналистки консервативного сайта. И вот в кругах демократов уже обсуждался вопрос и обсуждается о замене Байдена. О замене его Сандерсом даже до сегодняшнего дня. Речь вообще не заходила, поскольку социалист Сандерс будет разбит Трампом. И многие демократы видят спасителей губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Кома. В отличие от Байдена и, выше чего, в отставку сегодня Сандерса, которые, напомню слова профессора Саббата, вряд ли могут привлечь внимание, пресс-конференции Кома привлекают ежедневно внимание не только жители своего штата. Да и Трамп, кстати, мы это помним, несколько дней назад назвал Кома более серьезным соперником, чем Слипиджо, то есть Байден. Правда, правда. Кома объявил, что не намерен баллотироваться в президенты. Обращаю внимание, дамы и господа, на дату, когда Кома сказал, что не намерен баллотироваться в президенты. Он сказал это 1 апреля. Карл Роуф, мы знаем его, это в прошлом советник президента Джорджа Буша, Слэн, он политический комментатор на канале Fox News, он считает, цитирую, фантазией, фантазией замену Байдена на Кома. Но вот Билл Орайли, помните Билл Орайли, он в недавнем прошлом суперзвезда на телеканале Fox News, он не сомневается, соперником Трампа будет Кома. Дамы и господа, в споре, кто будет соперником Трампа, Байден или Кома, я ставлю на губернатора штата Нью-Йорка. Давайте забудем о заявлении Кома, я не интересуюсь борьбой за пост президента, моя забота исключительно о Нью-Йорке. Иного он не мог сказать, просто не мог сказать. Во-первых, потому что Байден не собирается сходить с дистанции. И во-вторых, Кома продолжает борьбу с эпидемией коронавируса. Штат Нью-Йорк стал эпицентром этой эпидемии, да и не столько, кстати, штат, как, конечно, город Нью-Йорк. Но демократы сознают, «Когда Байден открывает рот, он напоминает пациента старческого дома». Вопрос, кому быть кандидатом в президенты, будет решать съезд демократической партии. И если делегаты съезда призовут Кома в спасители страны от Трампа, губернатор, конечно же, не откажется. Помните советскую байку «Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Так вот, когда демократическая партия скажет «надо», губернатор Кома, встав по струнке, ответит, как юный пионер или комсомолец «есть». Небольшой заход в историю. В 1880 году съезд республиканской партии в Чикаго избрал кандидатом в президенты конгрессмена Джеймса Гарфилда, которого до начала съезда не было в числе претендентов. История 140-летней давности может повториться в Милоке в августе нынешнего года. Гарфилд, напомню, ставший неожиданным кандидатом в президенты, победил в ноябре на всеобщих выборах. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в монологе, будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте эфир нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут. Мы возвращаемся к встрече с Алексеем Орловым в программе «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200. Все линии горят. Начинаем принимать звонки. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Толя. Добрый день. Я обращаюсь к Алексею. В первую очередь, Алексей, я очень рад, что вы снова прекрасно высыпаете, прекрасно все расскажете. У меня вопрос такого порядка. Есть такой канал, называется «Историка», и они рассказывают все, что в стране есть историческое. Так вот, существует такой, в прошлом году я видел, существует такой бункер, или что можно назвать его, «Золотой цепас страны». Значит, там находится, показывали, в бункер показывали, все, 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 что только можно показать. Что, мол, это основной запас на случай чего? Войны или эпидемии, или что-то вроде этого. Почему не пользуются этим, так сказать, запасом, а берут, отталкивают опять триллионы долларов, и это весит на нас новый долг, уже 20, почти в 30 триллионов. Вот это все очень интересно было. Вы знаете, у Соединенных Штатов есть громадный, конечно, золотой запас, есть другие запасы. Это на случай, ну, скажем, ну, мне даже трудно сказать, какого-то такого бедствия, избавиться от которого обычными средствами, конечно, нельзя. Гораздо проще залезть в долг пару триллионов, уже еще пару триллионов. Знаете, к этому решению сделать, скажем так, взять у будущих поколений два триллиона, а потом еще будет два триллиона, видимо. То есть можно относиться отрицательно. Я лично отношусь, конечно, отрицательно. Но, с другой стороны, если говорить о помощи, которая необходима сегодня, не через месяц, не через два, когда можно реализовывать какие-то запасы, а именно сегодня, то, наверное, у государства нет иной возможности, как делать то, что сделал Конгресс. Едва ли не единогласно принят законопроект о двухтриллионной помощи и то, что Дональд Трамп, президент Трамп подписал. Это, конечно, грустно. Более того, на нас надвигается еще, наверное, пара триллионов, не на нас, дамы и господа, а на наших детей, внуков и правнуков. Но причем я не уверен, что все эти деньги, да никто из нас не уверен, что все эти деньги будут потрачены прямо по назначению. То есть получит их тот, кто тот или те, я имею в виду компании, я имею в виду конкретных людей, которые этого заслуживают. Наверняка получат компании, которые, на мой взгляд, этого не заслуживают. О людях я ничего на этот счет сказать не могу. Но это на сегодняшний день, видимо, единственный был такой выход, скоростной выход, чтобы оказывать помощь немедленно. Помощь людям, помощь, мол, бизнесам, небольшим бизнесам. Небольшие бизнесы – это становой хребет американской экономики, капиталистического общества. Не General Motors, скажем, не Microsoft, не Nike, а именно небольшие бизнесы, которые были вынуждены закрыться, уволить людей, люди пошли на безработицу. Поэтому, как бы плох не был этот двухтриллионный закон, имея в виду будущее, он, безусловно, сегодня, видимо, был, ну, скажем так, единственным спасением. Так что, с одной стороны, осуждаю, с другой стороны, я не вижу противовеса. Спасибо за вопрос. Спасибо вам, Алексей. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. С наступающим праздником вас. Спасибо. На днях наш спикер Пилоти. Алло, меня слышите? Да, да, слышим. Пилот сообщил, то есть призвала всех нас довести карантин до ноябрьских выборов, чтобы, безусловно, разрушить нашу экономику и облегчить путь к Ому или Байдену к власти. Вот, скажите, пожалуйста, они, также они будут управлять разрушенной экономикой страной, потому что после того, если мы продлим этот срок до ноября, то экономика разрушится, безусловно. Это мой первый вопрос. И второй вопрос. Вы сказали о том, что на съезде, возможно, произойдет рокировка, вместо Байдена в игру включится Ому, губернатор. А если Байден наберет 1900 мандатов и делегатов съезда, как же произойдет эта рокировка? Спасибо. Вы знаете, этот вопрос, который я начинаю со второго вопроса. Я не знаю ответа, как демократы могут заменить Байдена, которого поддерживают больше необходимого числа депутатов съезда. Но, если демократы, они следят босса демократической партии, ну, люди, которые решают, причем люди, у которых кошельки, которые финансируют, они видят, как выглядит Байден. Они прекрасно видят. Значит, их цель, мне кажется, на сегодняшний день, это мое предположение, сделать все возможное, чтобы выборы состоялись, но чтобы в связи с эпидемией не было, во-первых, теледебатов Байдена и Трампа. Потому что представить себе Трампа и Байдена рядом, любой здравомыслящий демократ понимает, что их представить рядом просто нельзя, потому что один человек из старческого дома. Плюс к этому, они хотели бы, чтобы выборы были, голосование по почте, голосование по почте предоставляет широчайшую возможность для махинации. И это перекидывает меня с ответа на второй вопрос. Ваш второй вопрос. Ответ на первый. Вопрос второй. Если они придут к выводу, что Байден не годится, то делегатам СССР будет сказано, ну, Байдену напишут какой-то текст, что в связи со здоровьем, я не знаю, мамы, тети, тёщи, сыновей, он не может то-то, то-то. На нему напишут правильный текст, чтобы он его правильно зачитал, они заменят его кома. Если Байден решает СССР, даже если Байден прибудет на СССР с необходимым числом голосов, делегатов СССР, да, так и будет. Окей, всё равно вопрос о президенте решает СССР. Если он публично откажется, его могут попросить. Давайте, я не готов предсказать, как всё это может произойти, я просто предполагаю, что это может произойти. Теперь, естественно, естественно, демократы хотели бы, чтобы карантин продолжался как минимум до выборов. Когда говорить, вы спрашиваете, а экономика будет разрушена, на сегодняшний день, на мой взгляд, рядового демократа, конечно же, интересует экономика, потому что рядовой демократ, это может быть и владелец небольшого бизнеса, это может быть человек, который остался без работы, миллионы людей. Но лидеров демократической партии сегодня интересует не экономика, а захват власти. Значит, если будет, как полагает Пелоси, предполагает, общий карантин аж до выборов, то значит выборы, уже Байден сказал, нужно проводить выборы, не знаю, по интернету, демократы говорят, нужно проводить выборы по почте. Значит, цель захватить власть, как бы это, то есть, зацепить власть, если это предоставляется возможным. Карантин до ноябрьских выборов, это предоставляет возможность. Теперь, дамы и господа, у нас с вами есть и хорошая новость на этот счет. Для тех, кто интересуется спортом, спорт, мы все остались без спорта, правильно, мы остались без футбола, без бейсбола, без тенниса, без всего остались. Мы, Европа, ноги крови, в Белоруссии футбольный чемпионат продолжается, я говорю о Европе и Америке. Значит, сегодня стало известно, что в Германии Бундеслига начинает, возобновляет чемпионат в начале мая. Бейсбольные, главные бейсбольные лиги, это уже наша страна, они готовы начать чемпионат, потому что чемпионат по бейсболу не начался, а в положенное время, дождь был начаться в последних числах марта, в первых числах апреля, будет начнется чемпионат. Видимо, все команды будут собраны в одном месте, это будет в Аризоне. То есть постепенно, постепенно страна приходит в себя. Трамп сказал, он не собирается, республиканцы не собираются отменять съезд своей партии, это вторая половина августа в городе Шарлотт. Демократы, вроде бы, во-первых, перенесли съезд своей партии с июля на август, перед съездом республиканской партии. Во-вторых, они уже тоже говорят, что нужно проводить этот съезд партии по интернету. Как это может быть? Опять-таки, мне сказать трудно, я не специалист в этом деле. Я надеюсь, я искренне надеюсь, что, во-первых, страна начнет вставать на ноги в мае, июне, июле. Республиканцы проведут свой съезд в Шарлотт в положенное время. И к сентябрю, к концу августа, к началу августа, к сентябрю, страна станет вставать на ноги. Мне хочется верить, что планы госпожи Пелоси и лидеров демократической партии вести карантин аж до выборов, мне кажется, что этого не будет. Я искренне надеюсь, что этого не будет. Если это будет, то это будет политическая катастрофа для нашей страны. С экономикой, окей, с экономикой будет плохо, но американская экономика, прекрасная экономика, рано или поздно она встанет на ноги, иного быть не может. Это может случиться в этом году, в концу года, к следующему году. Она во многом будет перестроена в чем-то. Но американская экономика есть экономика. Мое опасение, что если карантин демократам удастся продлить, как это может быть, я понятия не имею. Опять-таки, сегодня у нас начало апреля, до ноября еще далеко. Но если карантин будет во время выборов, это катастрофа политическая. Это мое мнение. Спасибо, Алексей. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Скажите, пожалуйста, Алексей, вот, по-моему, прошел слух, что демократы хотят сделать комиссию по расследованию Трампа, что он не вовремя начал подготовку к коронавирусу и все прочее. Это слухи или это был такой разговор? Окей. Ну, во-первых, опять-таки, если говорить об экономике, дамы и господа, я смотрю на экраны своего телевизора. Сегодня Доу Джонс поднялся еще на 738. Это, кстати, финансовый рынок приходит в себя. Он упал, если вы помните, с 25 тысяч до 18-19. Сейчас уже 23, вот я смотрю, 23 с половиной тысяч. Окей. Значит, Толоси хочет создать, во-первых, комиссию, которая бы следила за тем, как будут расходоваться деньги, 2 триллиона долларов, отпущенные на помощь компаниям, большим, малым, отпущенным всем. Нам, каждый из нас, должен получить, по-моему, по 1200 долларов. Если у нас годовой доход до 70 тысяч долларов в год, то каждый из нас получит по 1200, если больше 70 тысяч долларов, то какие-то другие цифры. Значит, она хочет создать комиссию по наблюдению за расходом 2 триллионов. Это одна комиссия. Но есть Адам Шифт, я его называю, я прошу прощения, дамы и господа, я его называю Адам Шифт. Это человек, который возглавляет комитет по разведке в Палате представителей, который организовал эту смехотворную всю церемонию импичмента, слушания по поводу Украины. Так вот, он действительно хочет организовать комитет, который бы разведывал, который бы разведывал, как это негодяй Трамп разрешил проникнуть коронавирусу в нашу страну. Он что-то не так сделал, может быть, он преступник. Будет ли создан такой комитет? Дамы и господа, пару дней назад многие из нас, и вы в том числе, получили по интернету, кто-то вам переслал, многим переслал, прекрасное выступление Билла Гейтса в 2015 году. В этом выступлении Билл Гейтс сказал, что весь мир ждет не атомная война, которая игрушки, по сравнению с возможной эпидемией. Это 2015 год. Президентом у нас в это время был, если мне не изменяет память, Барак Хусейн Обама. Значит, если говорить, что Трамп к чему-то не подготовился, то логичен вопрос, а как реагировал Барак Хусейн Обама на предупреждение Билла Гейтса о том, что миру грозит эпидемия? Поэтому разговоры, которые ведет Адам Шит, что нужно расследовать деятельность Трампа, который допустил эпидемию в нашей стране, опять-таки, он возглавляет комитет. И в его праве создать, начать такое расследование, так же, как в его праве было начать расследование, связанное с Украиной. К чему все это приведет, мне сказать трудно. Будет ли создан такой комитет, начнет ли комитет Адама Шита такое расследование, я не знаю. Но то, что он об этом сказал, что нужно расследовать, это совершенно определенно. Спасибо за вопрос. Спасибо, Алексей. Знаете, как говорят, ложечки нашлись, осадочек остался. Конечно же, я думаю, что он его создаст. У них по-любому другому, им нечем больше заниматься. Особенно перед самыми выборами. Но что они сейчас начнут? Ничего. Значит, они будут опять кого-то расследовать, что-то расследовать. Опять будут призывать свидетелей, которые будут кричать, а мы ему говорили, а он нас не послушал. Ну, в общем, как говорится, бизнес is usual. Так что я, честно, даже не сомневаюсь, что это возможно. Ну, там посмотрим. И еще один комментарий. Вот у нас есть звонок. Давайте я сначала приму звонок. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Мы сейчас все очень много говорим, и это абсолютно правильно, по поводу того, кто будет соперником Трампа, и как вообще будут выборы президента. Это очень важно. Ну, как я вижу, не менее важно, чтобы мы обращали внимание и на то, кто будет сидеть в Сенате или в Конгрессе, ну, и в Палате представителей, в Конгрессе. Потому что это не чуточки не менее важно. Дай Бог, Трамп победит, но один без Сената и без Конгресса он ничего не сможет делать. Поэтому нужно, мне кажется, вот в этих разговорах обязательно об этом тоже думать, чтобы так же, как и увеличился рейтинг Трампа, чтобы так же и увеличилось понимание того, насколько важен Конгресс. Спасибо большое. Я согласен с вами на 101%. Особенно важно, Палата представителей ее нужно отыгрывать. Удастся ли отыграть, сказать трудно. Сегодня я не готов делать какие-то предсказания. Что касается Сената, то Сенат нужно просто-напросто удержать. Потому что если Трамп останется президентом, а Сенат станет демократическим, ни один человек, выдвинутый Трампом, скажем, федеральные суды, федеральные апелляционные, окружные, верховный суд, ни один не будет утвержден Сенатом. Я уже не говорю какие-то министерские посты, которые так же следует утверждать. Поэтому выборы в Сенат, да и в Палату представителей, не менее важны, чем выборы президента. Я с вами согласен, повторяю еще раз на 101%. Спасибо большое, Алексей. Ну вот у меня еще один такой комментарий. Мой покойный папа всегда говорил, знаете, чем хорош, вернее, чем хороша Коммунистическая партия Советского Союза? Тем, что ни одно начинание никогда не доводилось до конца. Так вот, я отношу то же самое к Нэнси Полоусе. Если мы проследим за ее последними, ну скажем там, за последние полгода, за ее шагами и процессами, она, в принципе, провалила абсолютно все то, что она собиралась сделать. Так что, может быть, и в этот раз она тоже провалит свою комиссию по надзору. Ну и, с другой стороны, что они будут надзирать? Как выделяются деньги их же подопечным? Ну как, Толя, на что надзирать? Ну, например, они против того, чтобы из народной казны, из двух триллионов деньги получали эксплуататоры. Правильно? Не должны эксплуататоры-капиталисты получать деньги. Деньги должны получать только угнетаемые. Им ей зачем наблюдать, Толя? Нет, я не убеду в том смысле, что если... Ну, я приведу такой пример. Они уже говорят, значит, организации, которые принадлежат компании Трампа, эти организации вообще не должны ничего получать. Можно подумать, что в организациях, которые принадлежат в компаниях, принадлежат семье Трампа, что в них не работают люди, что эти компании процветают, они терпят убытки. То есть они уже ставят. Раз что-то связано с Трампом, так это то, что ничто не должно получить, даже цента из федеральной казны. Им есть зачем наблюдать, Толя? Почему? Ну, нет, я говорю к тому, что когда они подписывали, я имею в виду, когда демократы подписывали вот этот закон по выдаче денег, ну, они попытались это воткнуть, но это ведь было выброшено из контекста, в смысле из текста, поэтому, ну, тогда зачем вам наблюдать? Но, опять же, они найдут зачем. Это и в этом я не сомневаюсь. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, о чем шла разговор между Трампом и Байденом? Какой ты имел значение? Вы знаете, я, честно говоря, я признаюсь как на духу, я свидетелем не был, я не слушал, я не знаю, о чем Трамп говорил с Байденом, а Байден говорил с Трампом. Ну, я понятия не имею. Наверное, я даже не знаю, общались они или нет. Вроде бы общались, а может быть нет. Понятия не имею. Простите грешного, я не знаю. Да, Алексей, мы вам это поставим на вид и занесем в личное дело. Так что, уж не обессудьте. Итак, Алексей, все шутки в сторону. Ваше заключительное слово. Пожалуйста, мы вас внимательно слушаем. Окей, дамы и господа. Значит, я читатель очень внимательной газеты New York Times. В этой газете есть господин. Фамилия, я прошу прощения, фамилия Буй. Фамилия Буй. Причем, чтобы правильно произносить эту фамилию, я обратился к человеку, который знает идеально английский язык, лучше, чем 99% американцев, Володе Козловскому. И Володя мне сказал, да, он так называется. Значит, этот человек, ну, абсолютно антитрамповец, что совершенно неудивительно, в газете New York Times найти человека, который бы поддерживал Трампа, совершенно невозможно. Он, так сказать, рассматривает деятельность Трампа через историческую призму, так сказать, сравнивает с тем, что было в истории. Именно поэтому меня публикации этого отрока очень здорово заинтересовали. И на следующей неделе я рассмотрю вопрос, как Трамп с точки зрения этого отрока смотрится на фоне Франклина Дилана Розельта, поскольку одна статья этого буя называлась так «Дональд Трамп не Франклин Дилана Розельт». Я свою передачу назову так «Дональд Трамп к счастью не Франклин Дилана Розельт». Вот об этом у нас речь пойдет ровно через неделю. Спасибо огромное, Алексей. Как всегда, обалденно интересный рассказ, обалденно интересная тема. Спасибо вам огромное. Будьте здоровы, оставайтесь в безопасности, как говорят наши ребята, stay safe. И я надеюсь услышать вас в следующем нашем эфире. Всех с праздником, господа евреи! Субтитры создавал DimaTorzok